Здравствуйте, друзья! Вчера мы поздравляли Firefox, а сегодня день рождения у Windows, 10 ноября 1983 года. Microsoft представила публике Windows 1.0. Операционная система занимала целых 2 5-дюймовых дискеты и требовала 192 килобайта оперативной памяти, но уже тогда в ней были зачатки многозадачности и тех самых окон. Однако ключом к успеху стали не они, а политика открытости в отношении разработки программ третьими сторонами. Иронично, но это именно то, чего так не хватает современному магазину универсальной платформы Windows. Google объявила о закрытии инструмента MapMaker, который позволяет редактировать информацию и предлагать изменения в картах Google. MapMaker прекратит работу в марте, а его функции переедут непосредственно в приложении Google Maps. Там они станут частью программы «Местные эксперты», которая поощряет улучшение локальных карт ранним доступом к новым возможностям и дополнительным местом в Google Drive. MapMaker был запущен в 2008 году с целью улучшения проработки отдаленных районов, которые Google не могла картографировать своими силами. Со временем сообщество редакторов и модераторов разрослось до миллионных масштабов, а некоторые вещи, практикуемые пользователями, нашли применение в Google Maps. Например, возможность добавлять новые места и подробно описывать имеющиеся локации пришла именно оттуда. Причина закрытия MapMaker кроется в недостатке контроля над процессом. Миллионная аудитория — это хорошо, но не в том случае, когда любой желающий может добавить на карту андроида, писающего на логотип Apple, как это случилось в прошлом году. Именно поэтому доступ к изменению карт вскоре будет только у зарегистрированных участников программы «Местные эксперты». Имя Веспа известно всем, кто хоть немного интересуется двухколесной техникой. Это икона стиля в мире скутеров, которую в скором времени перепишут на новый лад. Компания представила модель Электрика. Как следует из названия, за ее классическими линиями скрывается электромотор и комплект батарей. Сколько она проедет на одном заряде и каких скоростей сможет достичь, не уточняется, но ждать придется недолго. Уже во второй половине 2017-го Электрика должна пойти в серию. Она наверняка будет стоить дороже бензиновых аналогов, но найдется немало поклонников итальянского стиля, готовых закрыть на это глаза. До встречи, друзья!